Всем привет, народ! С вами, как обычно, самый известный блогер в интернете Сашуля. Сегодня речь пойдет об объективе Sigma 56 мм 1.4 светосила. Я постараюсь рассказать и показать вам примеры фотографий и видео с этой линзы, зачем я себе ее купил и, может быть, помогу принять вам решение, нужна вам такая линза или не нужна. После того, как предыдущее видео об объективе набрало больше 60 просмотров, я понял, тема объективов офигенно интересна аудитории YouTube и решил продолжить снимать видео на подобную тему. Тем более, я приобрел себе новый объектив. Вот такой вот малыш. Это Sigma 56 мм. Это фиксовый объектив. Довольно светосильный. Светосила 1.4. Я знал, что компания Sigma выпустила три фиксовых объектива для систем с байонетом X, подходящим на Fujifilm. Но, если честно, в тот момент, когда эти объективы вышли, я как-то не придал этому особого значения, потому что мне были не нужны никакие объективы и у меня вообще вопрос покупки объектива не стоял. Но после того, как я приобрел себе Sigma Art Canon, в какой-то момент я понял, что мне не хватает светосилы и не хватает немножко фокусного расстояния для портретного объектива. Потому что 18-35 на эквиваленте Full Frame вы получаете примерно 50 мм, что годится для портретной фотосъемки. Но мне хотелось чего-то побольше и 56 мм, по моим ощущениям, был идеальным объективом для того, чтобы купить его как портретник. И могу вам сразу заспойлерить. Да, это так и оказалось. Этот объектив офигенный портретник. Ну и давайте о плюсах и минусах этого объектива поговорим. На мой взгляд, самым главным плюсом этого объектива является то, что он подходит для системы Fuji. Для него не нужны никакие переходники. И если сравнивать его с моим артовским объективом от Sigma под Canon, то этот объектив не требует переходника. По размеру он супермаленький и еще и более светосильный. То есть Sigma Art 1.8, этот объектив 1.4. 1.4 это очень хороший светосильный объектив, который открывает вам дополнительные возможности для ночной фотосъемки, видеосъемки, ну или для любой съемки в условиях недостаточного освещения. Короче говоря, если вам нужен светосильный объектив или так называемый быстрый объектив, то скорее всего вам придется выбирать что-то из фиксов, потому что именно там светосила бывает самой минимальной. И в этом случае это не супер дорогой объектив с хорошей светосилой. На мой взгляд, светосила, габариты этого объектива это плюсы. Этот объектив относится к линейке Contemporary. У Sigma есть три линейки. Это линейка Art, Contemporary и третью линейку, если честно, я не помню. Contemporary линейка отличается тем, что это легкие, быстрые объективы и не такие дорогие, как линейка Art. Я бы сказал, что линейка Art это премиальные объективы от Sigma, а линейка Contemporary это такой средний уровень. Это довольно-таки качественные объективы, они неплохо собраны, но они не металлические, они пластиковые, и в чем-то они выглядят немножко попроще, чем линейка Art, то есть не такие премиальные и внушительные. У этого объектива очень быстрый и абсолютно бесшумный автофокус. И для меня, как человека, который уже привык снимать на Sigma 18-35, это прям кайф, потому что этот объектив вообще не слышно, как фокусируется, и его присутствие абсолютно беззвучно при съемке, при фото, при видео. Ну и габариты. Габариты этого объектива это тоже несомненный плюс. Он очень легкий, очень маленький, и на моей Fujifilm X-T4 вместе с клеткой смотрится просто супер миниатюрно. И в руке этот объектив вместе с фотокамерой лежит просто великолепно. Он вообще практически ничего не весит, и после моего тяжеленного 18-35 этот объектив ощущается как пушинка, и это прям удовольствие ходить с камерой с этим объективом. Рука не устает, вам не надоедает таскать с собой этот фотоаппарат. Короче, чистый кайф. Также к плюсам этого объектива я бы отнес картинку. Мне очень нравится картинка с этого объектива, и кадры, которые получаются благодаря этой линзе, попадают прямо в мое сердечко. Ну и давайте поговорим, какие у этого объектива есть минусы. Они, конечно же, есть, как и у любого объектива, как и у любой вообще, наверное, на свете вещи. На мой взгляд, главным минусом этого объектива является отсутствие у него кольца диафрагмы. Потому что у этого объектива есть только одно кольцо, кольцо ручной фокусировки. Других никаких переключателей или регулировок на этом объективе попросту нет. Вы не можете включить ручной или автофокус на этом объективе, если сравнивать с Sigma 18-35. И, соответственно, у вас нет кольца диафрагмы. Используя переходник Fringer на Sigma 18-35 и родной объектив Fuji 18-55, вы привыкаете переключать на фотографии диафрагму при помощи кольца. Это очень удобно. И мне, если честно, немножко этого кольца диафрагмы на объективе не хватает. Справедливости ради, вы, конечно же, элементарно можете настраивать диафрагму при помощи колец самой камеры. И это вообще никакая проблема. Но я все-таки считаю, что это минус. Могли бы сделать на объективе кольцо диафрагмы. И это было бы круто. Вторым минусом, как ни странно, я назову габариты этого объектива. Да, он маленький и компактный. Но в то же время он настолько маленький и компактный, что в руке он практически у вас не лежит. Потому что он настолько короткий, что за габариты камеры практически не выступает. Я решаю эту проблему тем, что надеваю на объектив входящий в комплект байонет, тем самым увеличивая габариты объектива. И за этот байонет как раз-таки объектив становится держать чуть-чуть поудобнее. Габариты, это, конечно, классно, когда вы гонитесь за минимальным размером. Но в какой-то момент, видимо, габариты должны оставаться в разумных пределах, чтобы за объектив было удобно и комфортно держаться. Мне лично в этом объективе не хватает хвата. И хочется фотоаппарат с объективом держать двумя руками, но с этим объективом это делать неудобно и практически невозможно. Но вот такой вот минус, на мой взгляд, габаритов этому объективу чуть-чуть не хватает. Насколько я знаю, два других объектива, 16 и 30 миллиметров, сигмовские, они побольше по габаритам. Этот среди этих трех объективов самый маленький. Ну и еще один момент, который на самом деле нельзя назвать минусом или плюсом, потому что это просто характеристика этого объектива. Это фикс-объектив. У него постоянное фокусное расстояние 56 миллиметров, что в пересчете на фулл-фрейм эквивалент на камере Fujifilm X-T4 дает примерно 85 миллиметров. Вы не можете менять это фокусное расстояние. И так как это первый мой фикс-объектив, для меня стало достаточно большим вызовом фотографировать и снимать на этот объектив. Потому что, если вы хотите изменить масштаб изображения на картинке, вы зуммируете его ножками. И при съемке этим объективом приходится бегать, думать о кадре, думать о композиции. Об этом многие говорят, но когда сталкиваешься с этим впервые, ты понимаешь, черт побери, о чем все эти люди говорили. И опять же, как всегда, это компромисс. Если вы хотите светосилу, если вы хотите крутую бакешечку, вы берете фикс и бегаете ножками. Еще одним минусом этого объектива я бы назвал отсутствие в нем какой-либо стабилизации. На китовом 18-55 у Hujo есть стабилизация. И это очень классно. Потому что, когда вы хорошенечко приблизили, стабилизация для фото и видеосъемки абсолютно незаменимая вещь. 56 мм это достаточно сильное приближение. И без стабилизации для видеосъемки этот объектив подходит, если честно, слабо. Поэтому я бы сказал, что в основном это фотообъектив. Также, если говорить о видеосъемке на этот объектив, я бы сказал, что у этого объектива довольно странные оптические характеристики. А именно, минимальное расстояние фокусировки и фокусное расстояние этого объектива. И мне при съемке на этот объектив видео часто не хватает именно возможности ближе подобраться к объекту съемки и получить какую-то более крупную, более интересную картинку. Наверное, можно назвать это тоже минусом объектива. В остальном же эта линза меня только радует. Мне нравится качество сборки, мне нравится, как этот объектив смотрится на тушке, мне нравится, как он работает вместе с фотоаппаратом Fuji X-T4. Мне очень нравится картинка, которая с него получается. Также иногда я снимаю на этот объектив видео для своего тиктока. Но в данном случае я бы сказал, что этот объектив не очень подходит для этих целей. Он слишком сильно зумит. И чтобы нормально влезать в кадр, приходится далеко отходить от камеры. И это не очень удобно. Приходится бегать по студии, все время как-то выставлять свет, заморачиваться. Но благодаря цветосиле и картинке изображение у этого объектива получает очень приятное. И на самом деле больше, в общем-то, про этот объектив мне рассказать особо и нечего. Он классный, он мне нравится. Пока что я ни разу не пожалел о том, что купил себе этот объектив. Но вот по поводу того, чтобы взять два других объектива 16 и 30 миллиметров от Sigma для Fuji я, если честно, думал. И пока что понимаю, что эти объективы мне не нужны. Фокусное расстояние у меня похоже есть на Sigma 18-35. Я бы не сказал, что испытываю потребность именно в этих фокусных расстояниях и светосиле 1.4. Мне хватает 18-35 Sigma Art. Это получился портретник. Дальше, наверное, если думать о доборе каких-то линз, то это уже что-то более приближающее, зумирующее, какой-то телевик. И пока, если честно, я не знаю, нужен ли он мне вообще или нет. Если говорить о том, какой объектив еще я бы себе хотел приобрести и попробовать, то, скорее всего, это Viltrex 13 миллиметров, о котором многие владельцы Fuji снимают и говорят. Интересный объектив, ширик, который дает интересную широкую картинку. он достаточно дорогой, тоже в районе 500 баксов стоит. Объектив довольно любопытный. Ну, а на этом я, пожалуй, закончу видео про Sigma 56 миллиметров. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, стандартные просьбы. Пожалуйста, не жалейте лайков, подписывайтесь на канал. Я пообещал, что сниму все железки, которые у меня в данный момент есть и на которые я пока не сделал обзор. И пока я это не сделаю, я не буду себе покупать никакие новые штуки. Так что, в ближайшее время на канале выйдут как минимум еще несколько видосов. Не буду рассказывать о чем. Один из них будет про микрофоны. А второй, не буду спойлерить, подписывайтесь, чтобы не пропустить, о чем я сниму следующие видосы. Ну и спасибо вам огромное за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok